МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Впереди выходные и пора поговорить о том, как их весело провести. В этом выпуске дайджеста культурных и спортивных мероприятий я расскажу, какие фильмы стартуют на большом экране и куда лучше всего отправиться в этот уикенд. Также приглашу на выставку декоративных собак и вместе посмотрим, чем нас радуют афиши театров и музеев. А еще напоминаю, в субботу больших и маленьких зрителей ждет важное событие. Старт шоу слонов в цирке. Смотрите программу, и вы всегда будете в курсе повестки выходного дня. На этой неделе на наш экран выходят две новинки, на которые стоит обратить внимание. Первая – это фильм «Звездам» с Брэдом Питом в главной роли. В принципе, одного Брэда Пита уже достаточно, чтобы посмотреть кино, но если кому-то не хватило Брэда Пита, то обратите внимание на то, что по первым отзывам с Венецианского кинофестиваля режиссеру удалось воплотить в фильме все то, что мы любим в фильмах о космосе. Это и фантастический элемент, и драматическая линия, и красивая визуальная картинка. То есть однозначно рекомендуем этот фильм к просмотру. Вторая премьера этой недели – это фильм российского производства «Герой». А в нем все, что любят патриоты-киноманы. Харизматичные герои, секреты разведки и любовные интриги. Но и, конечно, из плюсов сильный актерский состав. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Владимир Машков и популярный, как никогда, Александр Петров. Ты всегда все решал вместо меня. Я хотел дать тебе то, что никто не сможет отнять. Уважаемые жители города Иваново, мы приглашаем вас 28 сентября на стадион «Автоэкраны», на котором пройдут соревнования чемпионата Ивановской области по регби-7, по олимпийскому виду спорта, в котором примут участие и мужские, и женские команды. Мы ждем гостей с города Рязань, Владимир, Ярославль, Москва, город Иваново. Город Иваново будет представлять две команды. Команда «Белая акула» – женская и мужская команда. В Ивановском драматическом зрителей ждут гости – артисты Иркутского театра. С 24 по 28 сентября на местной сцене ивановцы увидят пять спектаклей. Это русская и зарубежная классика. Евгений Онегин, Ромео и Джульетта и Тартюф Мольера. А также комедии «Комната невесты» и «Не верь глазам своим». С билетами напряженка, поэтому поспешите. Здесь 23 человека, только творческий состав – это актеры. Как я уже сказала, команда вся – 55 человек. Поэтому все тут на ваш зрительский вкус. Мы постарались привезти все, но чего-то все равно будет не хватать. Дорогие ивановцы, приходите, смотрите Иркутский академический драматический театр имени Ахлопкова. Мы к вам с любовью и с открытым сердцем. Магия существует в мире, где цирк правит балом. Здесь жизнь и пламя, риск и смех – это лучшее, что видели люди. Только по 13 октября впервые в Иваново Большой Варшавский цирк представляет шоу «Слонов». Невероятно! Незабываемо! Немыслимо! Йорки, пудели, хохлатые собачки, мопсы и баллон – все они жители Доггилэнда. Частная коллекция теперь в нашем городе и ждет гостей. На выставке можно потрогать и поиграть с разными собачками. Узнать от экскурсоводов, как за ними ухаживать и какого внимания они к себе требуют. Все породы домашние, декоративные, питомцы ухоженные и очень милые. Здесь научат уходу за животными, помогут определиться с породой и убедят любого, что четвероногий питомец в доме или квартире просто необходим. Приятное общение с усатыми малышами и релакс гарантированы. В собак здесь влюбятся даже те, кто прежде был к ним равнодушен. У нас достаточно много питомцев, 19 собачек. То есть 4 собачки не одной породы всей. Это йоркшеские терьеры, миники. Вот тут лежат щеночки маленькие. Астерикс, Аберикс мы их назвали. Мама тут же с ними. Вообще у нас 14 пород собак. Самый редкий, наверное, из них это Бишон Фрезе. Я приглашаю всех любителей живописи, любителей искусства на заключительную экскурсию по культурно-просветительному проекту Густав Клим «Золотой поцелуй». Экскурсия состоится 29 сентября в 2 часа дня в Музее промышленности и искусства. Буду рада видеть вас в музее. 28 сентября у торгово-развлекательного комплекса «Ясень» состоятся соревнования по автомногоборию. Это второй этап чемпионата города Иваново, посвященный Дню автомобилиста. В соревнованиях будет принимать участие как команды, так и личники. В досчетах с лалом фигурное вождение. Приглашаем всех жителей города Иваново принимать участие самим и болеть за тех, которые пожелают. И напоследок я оставила приглашение на спортивные мероприятия. 28 сентября на стадионе «Спартак» состоится чемпионат по вольной борьбе. Он стартует в 11.00. Участие могут принять юноши и девушки. Турнир будет межрегиональным, поэтому мы ждем гостей. Также в субботу есть мероприятие для бегунов. Пройдет оно в Кинишме. Там будет первенство по легкоатлетическому кроссу. А вот турнир подзюдо в честь Дня машиностроителя пройдет в Родниках. Начало схваток в 10.30. В Шуйском районе в субботу в карьере пройдет очередной этап мотокросса. Участники приедут из разных городов страны. Обещают драйв и скорость. В воскресенье тоже бег. Много бега в 12.00 на текстильщике пройдет легкоатлетическое мероприятие, которое продлится ровно час. Оно традиционное и проходит уже 15 лет подряд. Участие открытое. В Кинишме пройдут областные состязания по кроссу. Участвовать будут сильнейший старт в 11 утра. И это все на ближайшие выходные. Планируйте свой отдых. До встречи.